Доброго времени суток! Представляю вашему вниманию радиометр SRP6801 серийный номер 674 1989 года выпуска. В комплектке с прибором идут деревянный ящик для транспортировки и ношения прибора, ремень для удобства работы с прибором ношения его и наушники, точнее телефоны головные на тряпичной основе типа TG7M. Также данный прибор поставляется вместе с документами. Попрошу обратить внимание, документы, а именно заводской паспорт на данный прибор есть. Вот наш паспорт есть, к сожалению немножко он помят, но главное что он есть. В соответствии с паспортом читаем серийный номер или заводской номер прибора 674 год выпуска 1989. Активность контрольного источника в момент поверки его в 1989 году вот такая вот была. Заводской номер прибора в таблице 2, которая описывает комплектность прибора указан 674. Ну и на свидетельстве о приемке тоже самый заводской номер 674 и год выпуска 1989. 89 год. Итак, перейдем непосредственно к проверке работоспособности прибора. Включаем. Как видим питание в норме, поэтому переходим непосредственно режим измерения. Режим два с половиной. видим стрелочка уже динамики колебаний значительно не имеет, поэтому можно считать показания. Как видим в режиме два с половиной, показания колеблятся между 12 и 14 микрорентгенами в час. Поэтому возьмем среднее арифметическое из этих двух чисел и будем считать, что фон в месте проведения съемки, поскольку блок детектирования в источнике ионизирующих излучения не уткнут, равен в среднем 13 микрорентген в час. Переводим радиометр в режим 5. Как мы видим, в режиме 5 значительных отклонений показаний радиометра не произошло и показания все также колеблются около отметки в 13 микрорентген в час, местами упадая до 12, местами возрастая до 15. Проведем самодиагностику прибора. Для этого запомним показания, наблюдаемые нами в режиме два с половиной и пять. Теперь зажмем кнопку control, которая находится в левом нижнем углу прибора. Как гласит инструкция, при нажатой кнопке control от показаний при отжатой кнопке control более чем на 10 процентов. То есть, если мы нажимаем кнопку и показания у нас резко падают, это значит, что прибор самодиагностику не проходит. Вот я зажимаю кнопку control. Сейчас я подниму повыше. Сейчас, чтобы было видно и кнопка control и показания. Зажимаю кнопку control. В режиме 5, как мы видим, показания все также. В среднем 12 микрорентген в час в данный момент. Что при нажатой, что при отжатой кнопке control. То есть, показания вообще не изменяются. Будь то кнопка control нажата, либо отжата. Что свидетельствует о том, что радиометр самодиагностику проходит. Вот. Показания не изменяются. Теперь переведем радиометр в режим 5В. Режим 5 вольт. В этом режиме стрелка должна становиться ровно на середину диапазона. И этот режим дает возможность проверить наличие 5 вольт на блоке детектирования. Напряжение, которое подается на блок детектирования. Как мы видим, стрелка немного смещена вправо. Но это в пределах нормы. Главное, что она находится рядышком с серединкой диапазона. То есть, на блок детектирования, насколько я понимаю, подается немногим более 5 вольт. Но это все в пределах нормы. Теперь проверим работоспособность прибора на источнике ионизирующего излучения. Данный прибор укомплектован вот таким вот прижимным держателем контрольного источника. Наличие либо отсутствие контрольного источника читайте, пожалуйста, в описании к этому видео. Поэтому возьмем радиометр, переведем его в режим 5 и приставим к нему вот такой вот контрольный источник от SRP6801. Итак, фоновые значения сейчас в данный момент порядка 13 микроэнген в час. Представляю контрольный источник. Как мы видим, значение сразу же возрастает. Возрастают до 25-28 микроэнген в час. Активность данного контрольного источника порядка еще возрастает 30. Хорошо. Переключаем на второй поддиапазон от 0 до 100. И смотрим по верхней шкале, какая же активность данного контрольного источника. Итак, судя по показаниям прибора, активность данного контрольного источника порядка 46-48 микроэнген в час. Убираем контрольный источник. Показания прибора, соответственно, падают. Представляем контрольный источник. Показания прибора, соответственно, будут возрастать. Вот мы фиксируем 40 микроэнген в час. Ну и далее. Убираем. Падает. Таким образом, работоспособность прибора на источнике ионизирующего излучения проверена. Переходим к осмотру внешнего вида прибора. Выключаем прибор. Итак, фронтальная панель, как мы видим, в идеальном состоянии. Переключатели режимов работоспособны. Не повреждены, не треснуты. Находятся в отличном состоянии. Боковая часть прибора имеет незначительные повреждения лакокрасочного покрытия. По поводу цвета лакокрасочного покрытия. Я, к сожалению, в своей практике не встречал черных SRP 6801. Поэтому я думаю, что предыдущий владелец этого прибора, прибор, перекрасил. Перекрасил достаточно качественно, потому что на фронтальной панели все отметки достаточно хорошо видны. Читаются они. Они не сливаются с светом. Все подписи ко всем режимам, ко всем кнопкам отлично просматриваются. Так, вот наша вторая боковая часть. Мы можем посмотреть серийный номер прибора. 674, год выпуска 1989. Ну и внутренняя классификация, насколько я понимаю, или внутренняя нумерация прибора. Руки нацарапано номер 25. Вот. Крепление контрольного источника, как я говорил, есть в виде прижимной скобы. Снизу вид прибора. Незначительные повреждения лакокрасочного покрытия в виде характерных потертостей. Все-таки присутствует. И вид прибора со стороны батарейного отсека. Вот такой вот. Кабель. Кабель в идеальном состоянии не перебит, не поврежден, не треснут. Иным механическим способом тоже не поврежден. Блок детектирования. Блок детектирования выполнен в виде телескопической пистолетной рукояти. Имеет достаточно хорошее состояние. Это какие-то остатки жидкости. Вот. Единственное, что я обнаружил в блоке детектирования, сейчас вам покажу. Насколько я понимаю, вот здесь вот трещина. Но она не прогрессирует. И прибор, рукоять не отваливается. Вот даже я и трясу. То есть, трещина на рукояти есть. Но рукоять полностью функциональна. То есть, пожалуйста, работает телескопический механизм. И рукоять, рукоятка не отваливается. То есть, даже под нагрузками. Вот такой вот радиометр SRP 6801. Необычного черного цвета. Благодарю за внимание. Всех вам благ.